Буквально вот за несколько дней, минутчик, очень много мемов появилось в связи с заявлением Путина о том, что 2024 год в России будет годом семьи. Это лозунг предвыборной кампании? Или вот как относиться к этому всему? Это троллинг. Путин издевается вообще над Россией давным-давно, если вы не поняли. Потому что Путин вообще самый большой русофоб в мире. Человек, который уничтожает Российскую Федерацию. Он ее уничтожает не сам, он ее уничтожает украинскими руками. То есть он затеял войну, в которой Украина сильнее, чем Россия, Украина уничтожает российских граждан. Уже 350 тысяч просто убито. На самом деле даже больше, потому что туда не входили в это число бойцы ЧВК. То есть там больше 400 на самом деле тысяч убитыми. Плюс еще больше миллиона ранеными. Плюс он разрушил всю российскую экономику, потому что она зависела просто вся от Запада. А когда он разорвал связи сам лично с Западом, то уничтожается Российская Федерация. И теперь он озаботился. Российская Федерация, кстати, еще и даже Советский Союз были страной вымирающей. Российская Федерация за последние 30 лет имела только, по-моему, 3 или 4 года, когда худо-бедно какое-то было превышение рождаемости над смертностью. Все остальные годы Российская Федерация вымирает. У меня даже регулярно, когда я делаю какие-то эфиры, и где мы говорим, что в Российской Федерации формально числятся 145 миллионов. Мне регулярно приходят люди, которые говорят, нет, вот есть люди, которые работали в Росстате, и которые знают, что на самом деле в Российской Федерации 90 миллионов людей, потому что вымерли все они. Ну как эти 145 миллионов, если отрицательная рождаемость в течение 30 лет? Да, откуда возникли эти, ну, присоединили, допустим, они украинские регионы, там Крым, и сейчас вот частично завоеванные какие-то регионы, и значит, там получилось, что миллионы там 4 или 5 украинцев оказались россиянами. Но хорошо, все равно этим не компенсируешь, потому что один ковид превышение над обычной смертностью во время ковида было по миллиону в год. Над обычной смертностью. Обычная смертность уже была, так сказать, выше, чем рождаемость. Так что в Российской Федерации какая семья, о чем, о какой семье говорит Путин, если он развелся собственной женой в 2013 году? У него, говорят, была любовница, я, кстати, в это совершенно не верю, я считаю, что эту любовницу придумали для Путина тогда, когда он поцеловал мальчика Никиту в животик, и поползли слухи о том, что он педофил и гомосексуал, и что на самом деле, о чем он, кстати, рассказал, вот тоже у меня там реально регулярно спрашивают люди, говорят, ну, а какие вы слухи распространяете, откуда вы знаете, какой он там голубой, не голубой? Так Путин сам об этом написал. Перечитайте книжку разговора от первого лица. Путин говорил, я, у меня была любовная связь с Ралдугиным, и любовник Ралдугин. И больше того, мы знаем, что Ралдугин является кошельком Путина, в который вложено там больше двух миллиардов долларов. Все, чего вам еще надо? Медведев, любовник Путина, бывший, все написано в книжке разговора от первого лица. Просто ее надо правильно прочитать. Надо прочитать между строк то, что Путин сам практически сказал. И этот человек нам рассказывает про какую-то семью, значит, у него любовница. Хорошо, ладно, она у него любовница была до 13-го года, пока он не развелся со своей женой. Вернее, жена от него ушла, потому что она уже не могла с ним больше жить. Но тогда, если ты семейный человек, такой выцерковленный, весь такой православный, весь такой семейный, весь такой правильный, весь такой скрепный, почему ты с 2013 года, 10 лет, не можешь официально жениться на Кабаевой, который считается твоей сожительницей. Считается, что у него там детей от нее есть. Есть еще какая-то криворучка, где говорят у нее там дети, которые как две капли воды похожи на Путина. Значит, криворучка у тебя, дети непризнанные и любовница, Кабаева у тебя любовница и дети непризнанные. И после этого Путин нам рассказывает про какую-то семью, про какие-то скрепы, про какие-то правильные вещи. Кто вообще он такой, чтобы это рассказывать? Кстати, вот в продолжение того, что вы говорите, журналисты недавно задавали ему вопрос, о чем бы он написал книгу, если бы писал. И он как-то так достаточно уклончиво ответил, но суть его ответа сводилась к тому, что есть вечные темы, одна из этих вечных тем – любовь. Вот даже теперь не знаю, после того, что вы рассказали, как это все воспринимать и комментировать, Сергей. Нет, я не говорю, что Путин не может любить. Он, кстати, тоже вам не ответил. Он сказал, любовь. Любовь, он не сказал, любовь к женщинам, да, любовь к моей Алине Кабаевой. Он сказал, любовь. А я продолжаю. Любовь к Карл Дугину, к Медведеву, к Павлу Корчагину, вот как-то там вот журналист РТР, который у него последний любовник, который с ним делает постоянно репортажи. Вы не видели, как он водил его по собственным кабинетам, там, по спальням, и как он на него смотрит, когда он ему отвечает? Посмотрите, пересмотрите. Нет, не видел. И он у него постоянный любимый корреспондент, который постоянно у него делает это. И он, кстати, как две капли воды, похож на Медведева, но чуть-чуть выше Медведева по росту. И у него там, кстати, вот еще когда были какие-то переговоры с французами, у него там еще мальчик был, переводчик, который похож на Медведева, как две капли воды. Но молоденький, правда. Так что в этом смысле Путину есть о чем рассказать, о любви. Но, вы знаете, если Путин начнет еще и книжки писать, во-первых, ну, как Чукча не писатель, Чукча читатель. Ну, у Чукчи наоборот было, да, Чукча писатель, а Чукча не читатель. Он читать не умеет, а писать может. А у Путина, значит, он теперь писателем, что ли, станет? Ну, хорошо, значит, все, мы дошли уже до Брежнева. Значит, при Брежневе малая земля, возрождение, целина. Мы знаем, что Брежнев не написал ни одной строчки из этих книжек, и что за него написал там Аграновский и так далее. То есть там были журналисты, которые писали. Теперь это известно, там целый коллектив авторов, который работал на Брежневе. Значит, теперь коллектив авторов, вот, кстати, ну, слава богу, биографию Путина, он не выдавал ее как собственную биографию, за нее написали три журналиста. И, кстати, Колесников так и остался одним тоже из журналистов, который придворным, который постоянно в пуле кремлевском, которому Путин постоянно отвечает хотя бы на один вопрос во всех пресс-конференциях. Но Трегубову все-таки уже уволили оттуда, и она стала чуть ли не оппозиционеркой, когда она написала книжку о записке кремлевского диггера, что очень не понравилось Путину. Так что, в общем, если Путин начнет еще и книжки писать, то это все уже, все понятно, что он тогда уже дошел. И останется только потом ему получить ленинскую премию по литературе за написанные в своей книжке романы, значит, о любви к Ралдугину, к Медведеву и к прочим мальчикам и мужчинам. И пусть опишет он любовь к мальчику Никите, которому целовал пупок. Сергей, ну сейчас другой вопрос задам. Вот у вас нету круга авторов, которые пишут вам книги. Вы пишете. Сейчас над чем работаете? Ну, у меня, вот мою биографию я писал соавтором, вернее, вот эту вот. А остальные, да, я писал. И у меня есть еще книжка, вот та вот, которая «Кажа беже деже и сует», там я тоже соавтор. Ну, мы просто вдвоем писали книжку, потому что был... Ты имеешь в виду, никто за вас не писал, подписываясь вашими фамилиями, а к этому? Да, нет, я пишу сам свои книжки. И даже когда вот у меня есть соавтор, я все равно, он мне помогает чего-то, ну, там, стиль, может быть, немножко, потому что все-таки для меня французский язык не родной. Я хотя могу писать, но не родной язык, да, и какие-то есть, а греки там немножко. Вот, но все остальные я пишу сам и работаю сейчас над следующей книгой. Кстати, у меня следующая книга будет «Роман». Кстати, «Роман»… Роман о любви? Я, к сожалению, не могу ничего больше сказать, потому что это издательская тайна. Пока издатель сам не сообщит о том, какое название книги, какая тема, я не могу ничего рассказывать. Но я работаю над следующей книжкой. Даже, на самом деле, над тремя у меня там проекты есть всегда несколько, потому что неизвестно, как там, что и будет, и куда. Вот, и поэтому всегда есть, конечно, планы какие-то творческие. Вот, и самое главное, что мои книги востребованы во Франции, продаются очень хорошо, так что все хорошо. Сергей, я благодарю вас за интересную беседу. Я надеюсь, уже в ближайшие наши с вами выпуски вы немножечко расскажете, приоткроете тайну, да, о чем же будет эта книга, очень интересно будет послушать. Благодарю, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Спасибо, взаимно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!